Человек может как создать невероятные шедевры, так и разрушить их, как по неосторожности или глупости, так и по другим мотивам. Что стало причиной пожара самой посещаемой достопримечательности Парижа? Что теперь на месте разрушенных башен-близнецов? Куда пропала янтарная комната? Как были уничтожены природные достопримечательности? Такие как скала в виде утиной головы или дерева акация, единственное во всей пустыне. Чем чревато селфи около скульптур? В этом выпуске мы поговорим о шедевральных достопримечательностях мира, пострадавших от руки человека. Нотр-Дам, Франция. Эксперты в области архитектуры во всем мире считают собор одним из лучших образцов архитектуры готики. А архитектурный университет США в штате Индиана даже был назван в его честь. The University of Notre Dame. Это первый католический университет Америки, где можно было получить степень в области архитектуры еще в 1898 году. Кстати, на сайте smaps.ru можно узнать больше про этот университет. Там представлены учебные заведения со всего мира и даже можно задать вопросы в онлайн-чате. Ранее Собор Парижской Богоматери был самой посещаемой достопримечательностью страны. Обретению славы и известности символу Франции во многом поспособствовал роман Виктора Гюго, который так и называется – Собор Парижской Богоматери. Благодаря произведению в соборе произошла большая реконструкция в 1844-1864 годах. Тогда к зданию был добавлен культовый шпиль, который, к сожалению, рухнул во время пожара в 2019 году. Пожар произошел в апреле того года во время Страстной недели перед Пасхой. В результате него пострадал не только шпиль, но и оригинальная кровля XII века. Каркас же спасти не удалось. По оценке французского архитектора Жанна Мишеля Вельмота, стоимость восстановления достопримечательности составит около миллиарда евро. Причина пожара неизвестна, но среди версий есть такие, как неисправность электропроводки и непотушенная сигарета. Башни-близнецы США. Какое-то время после окончания строительства, северная и южная башня Всемирного торгового центра на Манхэттене являлись самыми высокими небоскребами в мире. Зданию удалось обогнать в этой номинации Empire State Building, которая была самым высоким на протяжении 40 лет. Ведущим архитектором проекта был сын эмигрантов из Японии, Минору Ямасаки. Несмотря на трудности, связанные с его происхождением, он сделал все, чтобы доказать свой профессионализм. И когда его попросили соорудить здание, которое по своей величине в несколько раз превзойдет Empire Building, он это сделал. О трагедии, произошедшей 11 сентября 2011 года, слышал каждый. Это действительно страшное событие, которое привело к самому большому количеству жертв в результате теракта за всю историю. Трагедия унесла жизни 3000 человек. Более 6000 получили ранения. Тогда абсолютно весь мир скорбил с Америкой. Среди ушедших из жизни людей были граждане 90 стран. На аллее памяти, рядом с местом события, стоят в ряд 90 флагов. На месте разрушенных башен был создан национальный мемориал, который состоит из нескольких черных бассейнов, в который стекает вода, а по краям выигрывали имена всех погибших. Каждый, насколько мог выразить свою скорбь, настолько это и сделал. В Нью-Йорк Таймс долгое время выходила колонка, в которой рассказывали о каждом погибшем. В каких-то странах были также установлены мемориальные таблички. В Израиле есть мемориал, который создали из металла, взятого из места, где стояли башни. Россия подарила Америке скульптуру под названием «Слеза», которую создал российский скульптор Зураб Церетели. Статуя находится в Байоне, штат Нью-Джерси. Ну а на месте самой трагедии ежегодно 11 сентября зажигаются прожекторы в память о событиях, которые, как каждый, надеется, больше никогда не повторятся. Янтарная комната. Россия. Янтарная комната является шедевром 18 века, бесследно исчезнувшим во времена Великой Отечественной войны. Когда-то комната считалась жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Янтарными были панели, украшения и панно. Создали ее немецкие мастера, специально для короля Фридриха I. Затем комната была дарована Петру I. Тогда ее дополнили зеркальные пилястры. В военное время янтарная комната не была включена в эвакуационный план на случай войны. Да и вряд ли бы кто-то смог ее эвакуировать, поскольку в июле 1941 года в штате Екатерининского дворца, где она и находилась, осталось всего пять сотрудников, которые чисто физически не смогли бы ее вынести. А вот немцы, которые захватили город Пушкин и ограбили дворец, прихватили с собой и янтарную комнату. Предназначалась она для музея фюрера в Линце. Однако до определенного времени было решено оставить комнату в Кёнигсбергском замке. Затем во время штурма Кёнигсберга советскими войсками в апреле 1945 года комната исчезла без следа. И из-за чего она пропала до сих пор загадка. Есть версия, что ее уничтожил пожар, который произошел 11 апреля в подвалах замка. По другой версии, ее спрятали в неизвестном бункере. Предположительно, в бункере Брюссова. Возможно, она и вовсе была уничтожена при перевозке во время взрыва немецкими войсками кольца окружения вокруг города. Та же янтарная комната, которую мы можем видеть в Екатерининском дворце, сегодня результат реконструкции. В 2003 году она была полностью восстановлена из калининградского янтаря к 300-летию Петербурга. Средства на ее восстановление также выделила немецкая компания Ион Рургас. Природные достопримечательности. Скала «Утиная голова» в США и дерево в пустыне Тенере. Природа в американском штате Орегон создала свою достопримечательность – скалу, которая напоминала клюв утки, из-за чего ее так и назвали – «Утиный клюв» или «Утиная голова». Место было настолько популярным среди туристов, что управление штата установило вокруг нее ограду, дабы не разрушить камень. Однако это не помогло, и в 2016 году камень был разрушен толпой подростков. Разумеется, это далеко не единственный случай, когда природная достопримечательность была уничтожена из-за человеческой глупости и неосторожности. В пустыне Тенере росла акация, которая считалась самым одиноким деревом на Земле. Вокруг нее не было ни одного другого дерева в радиусе 400 километров. В 1973 году дерево было сбито грузовиком, которым управлял водитель в нетрезвом состоянии. В том же году остатки дерева были перенесены в Национальный музей Нигера в городе Ниэмэй, а на месте, где стояла акация, установили металлический памятник в виде дерева. Разбитые туристами статуи. Русалка в Дании, Геркулесы в Италии, Себастьян I в Португалии. Скульптура русалки в Копенгагене появилась в 1909 году, но с момента ее появления она уже несколько раз терпела разрушительные действия. Дважды бедолага лишилась головы, а краской и граффити ее покрывали бесчисленное количество раз. Геркулесы в Италии и Себастьян в Португалии стали жертвами вандализма по случайности, когда туристы делали селфи. В итальянском городе Кремона туристы решили сфотографироваться со статуей Геркулесов и случайно отломили от нее кусок от статуи, которой более 300 лет и которая являлась символом города, поскольку по легенде именно Геркулес основал Кремону. А статую Себастьяна I в Лиссабоне установили в конце XIX века. Один из туристов решил сделать с Доном Себастьяном необычную фотографию и в результате и вовсе опрокинул ее. В мире огромное количество прекрасных мест, как созданных природой, так и людьми. Давайте с вами беречь то, что у нас есть, чтобы и у наших потомков была возможность восхищаться тем, что мы можем видеть сейчас.